С вами Леонид Бугаев и добро пожаловать в максимальную эффективность. В сегодняшнем уроке я хочу поговорить с вами про мотивацию. Существует мотивация долгосрочная и, как правило, мы с вами останавливаемся в тот момент, когда этой мотивации не хватает. Вы говорите, да черт с ней с этой целью, надоела она мне, брошу-ка я ее. Или даже вы не задумываетесь об этом, вы просто прекращаете движение, потому что сопротивление среды настолько велико, что вы прекращаете движение. Вы как шар, который катится, 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 но если в какой-то момент увеличивается сопротивление или увеличивается наклон, по которому вам необходимо преодолевать это сопротивление, то вы замедляете свое движение, а потом вовсе останавливаетесь или, возможно, даже откатываетесь назад. Каким образом вы можете победить это сопротивление и привнести в вашу работу с мотивацией немножко осмысленности, сделать так, чтобы вы поняли, что вам необходимо? Три шага к мотивации, которые помогут вам. Шаг первый. Сначала очень четко поймите будущую ценность той цели, которую вы себе планируете и о которой мечтаете. Future value. Будущая ценность, которую вы можете получить в результате обладания той целью, которую вы себе планируете, внедрение в вашу жизнь тех навыков, которые вы думаете внедрить. Ну и, в общем-то, все то, что вы хотели бы получить. Вы очень четко должны сказать, как изменится ваша жизнь после того, как вы пересечете эту финишную черту. Шаг второй. Умножьте расстояние, которое вы планируете во времени, в деньгах, в ресурсах, на два. Умножитель два – это нормальный программистский принцип, который позволяет вам представить, что если марафон растянется с 42 километров на 84, сможете ли вы преодолеть это расстояние? Многие скажут «фак, ноу», нет. В этот момент ваша задача действительно очень четко оценивать свою способность преодолевать возросшие препятствия. Какие-то вы можете контролировать, какие-то нет. Например, вы можете контролировать вашу работу и то, как вы хорошо впахиваете или вкалываете, но вы не можете контролировать стоимость доллара, потому что вы не государство, например, и вы получаете зарплату в другой валюте. Не будем говорить в какой. Шаг третий – это финишная черта. Все-таки тех людей, которые достигают значимых результатов, выделяет одна способность. Они способны добежать, доползти, но добраться все-таки до той финишной черты, которую они себе рисуют. И это ваш навык, это ваше умение, ваша способность все-таки добираться до того результата, который вы себе представили. Чем бы ты ни занимался, какие бы ты цели ни ставил, если сам себе пообещал, то будь добр, сделай. И это начинается на уровне микроменеджмента, микроуправления самим собой, когда вы каждый день говорите себе «хочу выпить стакан молока», но, например, «хочу выпить стакан свежего молока». И возникает вопрос, но для этого необходимо одеть ботинки, спуститься вниз в магазин, найти там свежее молоко, вернуться обратно, купить его, вернуться обратно в квартиру и выпить, наконец-то, этот стакан свежего молока. Казалось бы, простое человеческое желание и сразу целая череда действий. Но ваша способность выполнять эти действия на системном уровне и выделяет вас среди всех остальных людей. Я хочу пожелать вам, в первую очередь, внедрить этот навык. Ну а если вашей мотивации сейчас еще недостаточно для внедрения такого навыка, приходите к нам на MaxEffect. На сайте soma.ru вы можете найти дополнительную информацию об этом курсе. Курс, который изменил жизни уже многих людей, несколько десятков человек, которые пишут мне сейчас, как изменилась их жизнь до последние 2, 3, 4 года, является действительно ярким подтверждением того, что это очень важная программа, которая способна зарядить вас на большее. Приходите, уже в этот четверг мы стартуем. Мы начинаем обучение в ближайший четверг в 20.00. И я буду рад вас видеть на наших вводных первых занятиях. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь вверх. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok